На манеже Тюменского цирка ведущие программы «Утро» с вами Андрей Сапегин и Ирина Кистерева. И вместе с нами артисты московского цирка. Московский цирк! Прямо сейчас идет репетиция на манеже Верблюды. Пожалуйста, вот они красавцы и также артист цирка. Синба, Синба, доброе утро! Доброе! Ну, мы видим, что животное невероятно красивое, эффектное. Так и хочется запеть арабское. Скажите, какой у них характер? Доброе? Дружелюбное? Разные характеры. Тяжелые, потому что Верблюд все-таки гордое животное. Но, в принципе, договариваемся. Так же, как и с лошадками. Есть ли у них клички, имена? Как вы их различаете? Ну, они абсолютно разные. Их различить легко. Вот это вот первый, это Батыр у нас. Это второй Бэби. А это Джонни, третий. Судя по размеру, он далеко не Бэби. Ну, да. А клички кто дает? Вы или все вместе к литьевым? Я, мой отец. А, это у вас семейная, то есть? Да, да, у нас семейная. Понятно. Правда ли то, что они у вас настолько дружелюбные, что мы даже сможем на них сегодня немножко... Покататься? Да, конечно. Ира готова? А Ирка боится. Я не боюсь. Поехали. Ира Кистерева в образе Шакризады ускакала верхом на Бэбике куда-то вглубь цирка, а тем временем на манеже появился следующий артист, розовый бегемот Светик. Виктория Борисовна, вы мне пока рассказываете, пока я с инфарктом еще не упал. Расскажите. Это вообще безопасно, то, что я сейчас делаю? Светик, давай кушай. Ну, если учитывать, что это очень страшный хищник, то небезопасно. Так, подождите. Если учитывать, что он воспитывался как маленький ребенок, если он этого не знает, то это безопасно. Он сейчас ребеночком еще считает. Скажите, а почему он розовый? Или это все бегемоты розовые? Нет, не все бегемоты розовые. У него в потомстве, вот он 24-й в своей родне, все были серого цвета. А он розовый? А он розовый. В мире еще один есть розовый бегемот. Не бойтесь, не бойтесь. Сидеть. А ну-ка, сидеть. Давай, Светик, сидеть, 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 сидеть. Давай, сидеть. Как мы сидеть? Слышите, как он хрюкает? Вы слышите, как он хрюкает? Я слышу, что он хрюкает. Хрюкает, это он доволен собой. Когда он хрюкает, это все, это он, все, звезда. Виктория Борисовна, говорят, что обезьяны, они все-таки хорошо поддаются дрессировке, но в то же время они одни из самых агрессивных животных. Так это или нет? Агрессивных, это мягко сказано, это самые страшные животные. Медведи и обезьяны, это самые коварные животные, которые, когда нападают, они не предупреждают своим поведением никого. Да вы что? Ну вот нынче у нас год обезьяны, и обещают всем суматошный год, полный событий. Такое оно животное? Ну, в общем-то, да. От него не знаешь, что ждать. Но характер у него такой, несговорчивый. Нет, у него очень спокойный характер. Просто раннее утро он, наверное, еще не проснулся. Да, да, да. И он на разных людей по-разному реагирует. Вот на Рому, он, видите, как прыгает, на других... Ну, на каждого человека он реагирует абсолютно по-разному. Так же, как и любая другая обезьяна. Помимо животных, выступления воздушных гимнастов в образах Монстер Хай, вы также увидите номер «Шар смелости». Рядом с нами руководитель номера Арсен Рутинян. Доброе утро. Доброе. Арсен, расскажи, пожалуйста, немножко про саму конструкцию. Правда ли то, что ты ее собрал сам? Ну, практически сам и принимал непосредственное участие. Как минимум половину я и нанятые сварщики делали сами. С ума сойти. «Шар» называется «Шар смелости», нам называется, да? Мы в этом убедимся через несколько мгновений уже. Удивляет вот что. Ездят девушки. Почему девушки? Не страшно. Как вообще так получилось? Потому что все уже привыкли, то, что в основном каскадеры – это мужчины, парни, а у нас – девушки. И мы практически одни в мире. Есть какие-то попытки, но еще до нашего уровня не дошли. Хотя мы молодой коллектив, и у нас все еще впереди. Могу ли я зайти в «Шар смелости»? Не надо. Рискнуть вы можете. Ну что, свою дозу эмоций мы уже сегодня получили, а вы-то чего ждете? Успевайте увидеть представление по четвергам, субботам и воскресеньям до 10 июля.